всем привет сегодня солнечная погода у меня на голове такое творится вышла немножко поснимать как саша насос будет устанавливать который мы вчера купили для полива нашего огорода открыла помидорки вроде ничего смотреть переночевали нормально даже никто не завел земля очень быстро пересыхает здесь прям уже вообще сухое вчера полили сейчас немножко солнышко еще подсушит и вообще гореть будет а кто открыл огуречек саш ты я что-то еще боюсь что рано я его закрыла вчера чашечкой чтобы он ну прижился так как он пересаженный вот один у меня только ну потому что он был закрыт а если бы солнце его полила он еще завел и все помидорки вообще шикарные даже не повяли такую жару вы стояли вообще молодцы ну бравенько мы даже их ничем не прикрывали вчера как пекло ну ладно мы под вечер же посадили то сегодня солнце опять до 26 сегодня обещают так насос я показывала вчера купили мой такой насос продается в леруа очень полезная вещь для огорода для полива нам еще взяли отвредители вот такую штучку надо обработать нам кусты пока еще у нас сведения и ягод нету и вот такой индикатор дай кого не покажу индикатор полива одну штучку взяли 150 что ли там стоит 155 155 вот показывает все индикатор влажности можно в горшки дома ставить ну мы хотим в гряду попробовать чтобы не залить кран сломан чего сломанный кран как это не поворачивались не все уволился так это в нем в комплекте но он нам не нужен но он факт то что сломан еще не пользовались уже сломанный нормально хорошая практика так это мы его использовать не будем мы сейчас по-другому делаем папа сейчас переделается для бочки сделано но мы это используем куб такой стоит с водой теплая почти ну почти полная до но мы сами если смотрим что уровень упал мы сами включаем кран сюда доливаем то есть нет здесь такой системы что сама она как-то наливается и вот просто шланг подключен и вот лейка с лейки но так как самотеком очень долго все это поливалось вчера тут аж у дима шея сгорела и руки долго все бежит то было принято решение купить насос смотри там поплавок тоже чтобы побыстрее поливать лейки это вообще не вариант без спины останешься таскать то есть не хочется раньше да не хочется чтобы вот как бы вот дети я не хочу чтобы испытали то что мы испытали в детстве остались без спины тоже это сложно хотя раньше да мы все поливали вообще привозная вода еще фляга я помню на тележечке все это катишь греешь к вечеру поливка вот и так почти каждый день если сезон такой поливочный сейчас конечно дети уже не возят у нас скважина своя так а куда саш сбоку сбоку все нашла вот этот шланг давай сейчас папа там открыл и вот там и дома получать она сюда бежит в бочку заполняет ее а потом мы здесь откроем здесь сейчас перекроем когда наполнится здесь где а это машину мыть и для мойки включить там тоже есть выход на улицу для мойки автомобильной мойки я еще обувь мою еще какие-то вещи очень удобно на собрание сейчас было все саша только приехал вернулся сегодня с посещением по бабушкам ездил пожилым кто не может ходить в церковь саша их посещает библию читаю также поют песни там какие-то вопросы нужды молитвы все это здесь вроде все важно к вечеру то все высохнет сейчас пока полив на каждодневный будет если не пасмурно мы нынче решили вот это поле оставить под кусты хотим взять еще кусты съездить нужно питомник у нас здесь вот сад небольшой но этого мало конечно ягод мы хотим здесь тоже засадить все разными кустами на посмотреть которые адаптированы именно к нашему климата потому что у нас здесь очень ветрено и и достаточно холодно теплых дней очень мало то есть если сейчас вот весенние дни теплые то лето может быть дождливым или холодным или ветреным но кто нас давно смотрит тут в курсе как у нас здесь все бывает прошлом году тоже вроде весной также было тепло потом как дожди полили и было нерадужно ну а вот здесь можно посадить картошку вот на этом пятачки это все чтобы нам вот в начале осенью уже как сказать летом наверное еще середине что-то молоденькое такое молоденькую картошечку покушать но потом также поедем скорее всего васу ну пока по крайней мере пока так хотелось бы там как господь даст нам очень понравилась их картошка то есть у них хорошо там растет все лучше там купите все здесь и на очень плохо у нас как камни смотрите как каменистая почва замучаешься эти камни тут выбирать здесь на этом месте раньше был гараж где мы сейчас живем машины стояли ну и вот земля соответственно такая здесь не очень конечно если удобрять тут возить и возить надо навоз этот пока не до этого что там придумал чуть ты же опускать будешь залазить больше березка смотрите листочки пустила у нас тут своя березка она еще правда малышка но уже большая такая короче нам не видно но саша опускает просто воду нас аж покажи как там он опустился а тут не видно а воду нет да я не пустил не вижу вот так короче это сейчас снаружи увидим и какие сережки у березки сережки есть семена они очень полезны их если запаривать они полезны если почки болят например или что-нибудь воспалительные ну это то что я знаю так наверное очень большой список это не кожа ваня это береста да люди из бересты делают поделки какую все 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 и уголки мои уголки тоже а эти сейчас будет конструктор для папы опять лего ваня папа будет лего собирать на берешь а не надо так ванчу это не надо положить на землю но кто-нибудь видит шайбочку черненькую на земле а все все вижу шлась держи да мне кажется что немножко все там на дне коробки ваши с игрушками лежит сейчас уже воду буду выключать набирается так наш домик кто не видел надо купить сетки у нас на первом этаже сетки есть на окнах от мух а на втором даже видите мальчишки открыли проветривают вчера допоздна открывали я говорю налетят комары ну а днем мухи надо леруа будем заказывать ну или там как она собирается то эта сетка по-моему там просто покупаешь и сам выкраиваешь как надо ну и там и с другой стороны это получается раз-два три-четыре надо будет нам такие лиза вышла лиза у нас сгорела вся ты чё вышла опять без блузки одевай блузку и что саш ты чё в шапке теплой снимай все уже сегодня можно они уже просто привыкли крапива вань нет а ты в кепке тебе тоже кепку надо пойти одеть у нас день солнышко день шапку теплую одевай день солнышко день опять шапку одевай дети не знают как одеться до лиза ты лучше день блузочку он сейчас вся намазалась кремом но очень быстро сгорает белая кожа и дима тоже сгоревшие вчера вся в пене ходила мы ее побрызгали этим пантенолом от ожогов ну сейчас вроде ничего но опять может загореть это как сказать беленькая блондиночка у нас светлой светлой кожи я говорю тебе выходить на улицу только после трех до трех только в теньках сидеть ну и шляпу с большими полями у нас есть шляпа на нас черная такая надо и что-то другое купить посветлее все-таки как-то по молодежней покажи руки как сгорели лицо маленько сгорел и руки красные не болят тебе даже волосы лиза можно наоборот распустить они все-таки шею тебе прикроет и щеки немного а так ты собрала хвостик у тебя шея открыта все намазала ну не знаю как этот крем поможет прошлогодний но вроде срок еще надо свеженький будет летом все равно взять там буду или в абсолюте или в аптеку заехать купить птички поют красота сделали дуги для гороха теперь думаем как его подвязать туда обычно палочки все время вставляли но тут дуги остались саша визмошной горох может веревочки спустите может быть по веревкам здесь можно еще армированную эту сделать ну как проволоку эту обвязать может зацепиться не а как он вообще будет надо же сюда провода удлинитель о соединение повезло черт влейки куда бежит на землю просит горячая вода шланги саша хочет переделать все я поняла ты хочешь к системе же подключиться поэтому все разобрал ну туда к насосу получается через насос теперь будет что сыночка потому что он любит гоняться за мухами и бабочками и вообще все что движется он любит мама а можно трогать нам первые эти первые папочки можно почему нет санечка упал там лавка у него так удлинитель саша несет тоже вопрос был по поводу теплицы что теплицы конечно надо но мы хотели нынче теплицу сделать зимнюю вот здесь на веранде поэтому нас как-то так вот не вышло нынче с нашей идеи есть у нас такая мысль может она когда-то осуществиться чтобы из веранды сделать зимнюю теплицу то есть вот где все закрыто сделать большую теплицу хорошая площадь хорошо освещается то есть конечно нужно отепление нужно застекление на это все нужно финансы но так как мы нынче в такой так сказать попали под санкции вот ну и собственно сами понимаете что нынче совсем не да сейчас три выпускника с 9 с 4 из детского сада ребятишки мы нынче по финансам никак не можем ну и как бы сначала думали что здесь теплицу ставить потом думаем что сделать зимнюю чтобы зимой выращивать можно было для семьи зелень потом помидоры огурцы ну лук естественно вот это все зеленушка так что мы еще пока не знаем как все пойдет хорошо то ли здесь будут потом теплиц столь и все-таки получится здесь организовать все нынче решили так уже обойтись сейчас так жизнь меняется очень быстро что непредсказуемо ничего не можем прямо сейчас обещать что вот сейчас сделаем то-то то-то как бог даст так и будет нынче вот так выходим из ситуации как в прошлом году долго думали что тоже парники здесь будут в огороде потом хотели ну как-то свое что-то развить что теплица будет возможно что-то на продажу можно зелень выращивать например лук даже на перо сдавать в магазины ну сейчас вот я говорю что давайте обождем обождем следите пожалуйста за видео будет пока нынче здесь помидорки будут ладно не все так просто как вам кажется что понятно что на всю жизнь будет теплица и тогда ну как вы пишете да еще правда на всю жизнь жизнь может быть все равно непонятно как короче нынче опять картошкой здесь засадим не получается сейчас пока ничего все будем испытывать собрал подключили к электроэнергии с помощью удлинителя соответственно что не подтянешь так сейчас ну чё уже лучше до от убежала то самотеком у ее и будешь тут поливать там что-то застряла что ли а вот посередке как-то неровно воздух пройдет так что ребята у кого огороды ему что-то тоже не знает в бочку опускаете все красота чем и вчера цену говорили 90 ну три тысячи до ну дай бог чтобы он не на один год был что мужа не только для этих целей что-то для бассейнов все говорил это не тот закрой воду а саш для бассейнов не подойдет он слабого для бассейна по давлению кто-то там открыл воду но железный да ну все там открывают детишки попить и сюда бежит вода а когда там кран мы сейчас поменяем купим то будет же постоянно открытая она что сюда будет бежать сурена или как один закрывать главное забыть о теплая вода на ногу брызну кстати его не слышно да а малыш что у нас до этого как гремел но этот вообще вообще не слышно его не забыть бы его что он там есть еще привыкнуть я сегодня-то проснулась думаю надо пойти это теплицу открытие то еще не привыкли тянемся второй день сегодня только нашим огороду нашим посадка ну пахать сегодня уж не будем сегодня еще пойдем к моей маме и к папе у папы день рождения пойдем поздравлять попозже немножко ждем звонка когда уже там все будет готовым и подойдем плохо полили либо она слишком рыхлая ну ладно все нормально вроде сделано слава богу дай бог чтоб не ломался но я не сделаю всё вот так вот так вот и вот так вот так вот так и вот так вот так вот Продолжение следует...